Всем привет! Это очередной эпизод летсплея по игре Oblivion. Мы находимся в вратах Обливиона возле города Брумы. Это малые врата и наша задача их закрыть. Нас сопровождает также капитан местной стражи. Здесь мы с вами встречаемся со злобным Деэдром. Основной удар на себя принимает наш стражник. Сейчас у него быстренько попроцают и примутся за меня. Давайте я вам поможем. Дим готово. Он в общем-то справляется. Практически убил одного Дремора, второго мы заваливаем вместе. Сохранимся. Давайте посмотрим что у них есть ценного. Щит. Мы видим различаются по качеству щиты и по стоимости, но к сожалению не по весу. Также я бы хотел захватить у них оружие, потому что мой меч приходит в негодность. Не вижу я мечей. Так, вот какой-то меч. Приморский длинный меч. Заберу один. Он тоже ушатан немножко, но лучше чем наш. Починить мне сейчас нечем, поэтому побегаю так. Сохранимся. Давайте посмотрим что здесь. Как всегда идем по проходам. Так, и сразу видим скампа. Скампа в одиночестве? Нет, там еще кто-то. Еще один скамп. Прополним ману и приближал Дремором. Из какого-то бокового приходит. Там кто-то еще. Еще один скамп. Тоже длинный меч. Так. Посмотримся здесь внимательно. Сохранимся. Сохранимся. Собака. Ну, кто-то нас еще спалил. Музыка тревожная играет. Сохранимся. Так, я так смотрю, что мы сюда вообще зря пришли. Нам надо не в этот был проход. Все-таки вон туда захоронимся. Фонтанчик еще не пополнился. Так, здесь у нас ловушка. Видим, сработала уже. Такая достаточно брутальная. Вот эта вот дура падает с потолка. Капитан наш напоролся на нее. Так, и тут что-то... А, тупик. Блин. Не понял. Действительно тупик. А куда идти? А, вот. Вот проход. Все, теперь понял. Боевой молот не буду брать. Беспонтовые камни душ. Великий камень. Причем не заряженный. Так, ну и здесь нас уже, конечно же, поджидают. Почему-то они все сразу агрятся на... На этого, на стражника. Стражник сбежал через дверь. Применяет тактику. Стражник-то наш. Так, давайте посмотрим, что там он... Очухался. Сохранимся. Подлечимся. Так, 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 так. Зелье магии. Ни хрена нету. Тогда применим наши камни. Вилкицкие. Вот так вот. А у капитана нет оружия. Давайте скинем ему наш меч. Подбирай. Не тупи. Сохранимся. Не хочется подбирать меч. Ну и ладно. Не хочешь, как хочешь. Видимо, он сломал свой меч. Если его поможет, то, конечно, никакой. Он будет просто тупо бегать за нами. И где он вообще? Вот он. Будет кулаками всех лупить. Да, наш меч тоже ушатан. Он изначально не очень прочный. Он зачарован. Возможно, капитан его подберет. Так, у меня там наложили четко. Видимо, обуза. Готов. 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 Капитан меч подбирать не хочет. Вот мы посмотрим. Этот выкину. Щит. Щит беспонтовый. Сохранимся. Идем дальше. И тоже на стражника. Тоже с очарованным мечом. О, подобрал, наконец-то, меч. Какой-то. Да. Молодец. Щит. Вот щит прикольный. Давайте посмотрим. Этот лучше, чем наш. Но, к сожалению, не зачарованный. Идем дальше. Этот готов? Щит опять она, капитан. Элик. Девушки отдыхают. Ха. Идиworks. Окей. Девушки отдыхают. сохранимся клеймора, отлично урон 16 я по-прежнему перегружен наденем свой амулет повышение силы ключ хранитель с игилом такой вот брутальный у нас теперь будет вояка с клейморой, сохранимся и идем можно было без ключа открыть сразу нас ждут враги сейчас кампа завалил что ли уже поднимаемся наверх ну и что а вон кто-то бежит дремора кайти в какой-то еще один какой-то не дамаг три удара я готов но у него тут дреморский лук в принципе неплохой дреморская стрела тяжелая собирать я ее не буду хотя лук как неплохой без понтовый так давайте поможем капитану где он там о там еще и маг так кто капитана что-то не видно посох к сожалению не подниму я посох кончается место в инвентаре где-то я слышу звуки битвы но ни хрена не вижу ну вроде все капитан справился да давайте осмотрим здесь вот эти вот наказанных кираса легкий доспех ну беспонтовая повышение торговли нам она не нужна вот камень душ не за не заряженный так и и и еще один вон там сохранимся идем наверх вот он камень сигильский еще один наказанный паралич 7 секунд отлично сохранимся и вытащим наконец-таки камень закрыв тем самым врата все рушится полыхает и мы оказываемся снова возле брумы кстати сигильский камень чем хорош тем что его можно использовать для зачарования без алтаря то есть не обязательно быть членом гильдии магов в этом еще и уникальность трупы стражников выбросило почему-то наружу и ты сделал это капитан ты закрыл врата обливиона мы уже не надеялись увидеть тебя живы поверь мне это было совсем непросто но благодаря нашему другу я теперь знаю что мы можем закрывать эти адские врата мы можем защитить бруму давайте переоденемся клеймора меня прикалывает крайне признателен сэр теперь я увидел как это делается мы с моими гвардейцами сможем закрывать любые врата что откроются рядом с брумой вы не зарекайся так ну этот квест мы завершили давайте посмотрим что за камень нам достался повышение скорость повышение скорости ну неплохо неплохое такое зачарование на повышение скорости можно наложить на какое-нибудь кольцо или на доспех так надо сохраниться и смотаться наверно в замок прежде чем докладывать потому что у нас большой перегруз надо починиться и вообще я наверно сейчас скажет кусок перепропущу записи и вернусь уже к записи видео непосредственно возле храма повелителя облаков когда все сделаю итак я в своем замке здесь мы видим новые статуи появились минотавр клан фир корчится от боли я отдохнул повысил свой уровень у нас теперь 15 уровень также я скинул лишнее барахло планирую таскать с собой дальше клеймору использовал и выложил щиты использовал сигильский камень и зачаровал себе сапоги на повышение скорости чтобы не пропадать добру починился и отправляюсь на доклад в храм повелителя облаков также я выложил все алхимическое барахло забрал там из сундука зелья восстановления магии к сожалению мало у меня зелья восстановления здоровья надо будет как то прикупить или все таки заняться алхимией на досуге мне удалось распознать еще один предмет из тех что нужны для проведения ритуала открывающего портал в рай комарана второй предмет в некотором плане антипод первого это кровь божества жуткая головоломка согласись в отличии от лордов дейдра боги не одарили нас артефактами и они не оставили никаких физических проявлений в нашем мире как же тогда получить кровь бога но джоффри разгадал эту загадку нужна кровь тайбера септима который стал одним из божеств это тайна о которой знают только клинки она передается от одного грандмастера к следующему джоффри сам расскажет тебе об этом обязательно поговорить хорошая работа капитан бурт и его гвардейцы теперь смогут справиться с другими вратами по крайней мере сейчас но стражники брумы не могут защищать город вечно дейдра обливе он обесчисленный в отличие от гвардейцев брумы нам нужно собрать всех возможных союзников до того как кольцо осады вокруг брумы сомкнется если мифическому рассвету удастся открыть здесь великие врата городу понадобится очень сильный гарнизон иначе не выстоять тебе нужно поговорить с правителями других городов сиродила а также с советом старейшим проси их послать бруме подмогу пока еще не слишком поздно продолжай поиски предметов которые нужны Мартину для ритуала это самое важное все прочее лишь попытка выиграть время необходимое чтобы добраться до амулета королей и вырвать его из рук манкара комарана в общем то у нас здесь есть как бы два варианта дальнейших действий мы можем продолжать искать предметы за которые посылает Мартин или выполнять задания Джоффри я так понимаю что они не обязательны то есть закрывать врата возле разных городов не критично для прохождения сюжета но я этим все равно буду заниматься поэтому пока что поговорю с ним по поводу доспехов Мартин попросил тебя принести ему доспехи Тайбера Септима о как бы я хотел чтобы существовал какой-нибудь другой путь эти доспехи хранятся в святилище Тайбера Септима в катакомбах под руинами Санкар Тора когда то это было святое место но Санкар Тор давно населяет зло уже много веков никто не возвращался живым из святилища Тайбера Септима я не знаю катакомбы Санкар Тора были запечатаны первым грандмастером клинков четверо самых сильных клинков времен Тайбера Септима Аллан, Бальдемар, Риелус и Каснар отправились в Санкар Тор но так и не вернулись вот возьми этот ключ от внешней двери Санкар Тора Боюсь я отправляю тебя на смерть но у нас нет такого выбора ступай в общем понятно я все таки прошунил сначала по различным городам и закрываю врата в этих городах и начнем давайте вот с Тейдинг Холла то есть правитель городов в обмен на свою помощь при битве у Брумы попросят закрыть врата у их города что и логично так нам надо поговорить с местным графом или графиней в некоторых городах но приемные часы закончились как видим поэтому нам надо подождать сейчас 6 утра или вечера подождем наверное 10 часов нет никого еще подождем вот вот появился кто-то граф местный это Данмер видим сейчас он сядется на свой трон и мы сможем с ним поговорить да у меня сейчас нет времени на разговоры врата обливиона видны с городских стен мы должны быть готовы к нападению возможно мы поговорим позже не так давно одни из этих нечестивых врат появились у запада мой сын Фарвилл взял несколько рыцарей и мужественно вошел в эти врата намеревая встретить врага лицом к лицу если ты хочешь помочь а нам сейчас пригодится любая помощь вступай к этим вратам и окажи содействие нашим стражникам здесь у нас есть также еще и дополнительный квест с сыном графа то есть этот сын пошел закрывать врата и нам его навяжут в качестве сопровождающего но к сожалению он не бессмертен поэтому есть нехилый шанс того что он задохнет это особо не отразится на прохождении сюжета или на нашей репутации но мне бы хотелось все таки чтобы он выжил для этого придется немножко изловчиться и я постараюсь вообще как бы не разговаривать с ним избежать встречи и таким образом он как бы нас сопровождать не будет и выживет так где здесь у нас врата вон я вижу что-то мерцает там на склоне и кто-то изловно Тут вот стражник, гид Я бы посоветовал тебе держаться подальше от этого проклятого портала Че это? Разве тебе не доводилось слышать о вратах Обливиона? Нет, пожалуйста, расскажи Ну, особенно рассказывать и нечего Это врата в другие места Короче, он сам не знает Я слышал, что Тейдра пробираются Сам-то я этого не видел и не собираюсь Меня нервирует уже одно их наличие Хорошо, хоть ничего не выползло из них с тех пор, как Фарвилл вошел туда Примерно два дня назад сын графа Индариса, Фарвилл, вошел во врата Обливиона с шестью своими товарищами С тех пор мы о них ничего не слышали Неудивительно Граф опасается худшего И поставил здесь пост стражи, чтобы мы могли наблюдать Не появится ли кто из них Пока ничего Сейчас граф Индарис предлагает награду за спасение его сына из этих врат Или за подтверждение информации о его гибели Если ты найдешь его или других рыцарей-колючки, выведи их оттуда Я уверен, граф также будет рад, если эти врат... Ну и шоу Ты не из этих краев, да? Рыцари-колючки Это праздно шатающийся сброд Увеличающий себя из... Фарвилл собрал эту группу около двух лет назад Они могут только похвалиться и произносить напыщенные речи А настоящая работа ложится на нас, в городскую стражу Я не хочу говорить о них плохо Ведь, возможно, с ними сейчас произошло худшее Но до этого их довела их же собственная бравада Их терпят, потому что Фарвилл сын графа Все очень просто Он может позволить себе это, поскольку у него есть власть и деньги Большую часть времени они ошиваются в таверне Напиваясь и рассказывая байки об эпических битвах В которых они одержали великие победы Все это чушь Они никогда не патрулировали улицы города Никогда не помогали ловить заезжих бандитов Ах, ладно Я уже и так сказал слишком много Да, что там Стражник разоткровенчился Ярский ребенок Только посмотрите, во что он вляпался Вернулся из врат Какой-то отряд В общем-то нам сообщили достаточно информации И настало время проникнуть во врата И разобраться совсем непосредственно на месте Сохранимся И вот мы сразу же видим первого стражника Вернее рыцаря колючки так называемого У него ничего ценного нет Он конечно сдох Ничего удивительного Мы будем пробираться потихонечку Аккуратненько Здесь у нас обвал, по-моему, случился Можно видеть главную башню За счет этого светящегося Светящейся полосы Саму башню пока не видно Ну и идти до нее довольно далеко То есть эти врата Будут закрыть не так просто Как врата возле Брумы И дополнительная задача у меня Избежать встречи с сыном графа Сохраняемся Так Кванфир Бродит Попробую пострелять Это что такое За глюк Какой-то глюк Спали Защита клеймори конечно не так эффективна Как щитом Но Зато урон у нее гораздо выше Хотя и замах дольше И не получится у нас наносить Увеличенный урон Из положения скрытности Так Что у нас здесь Там судя по всему Ничего интересного Сохранимся Идем дальше Что у нас здесь Что у нас тут Еще один клан эфир, еще раз я попробую пострелять. Сохранимся. Палит. Палит собака. Камни двигаются, надо же. А, ну это был обвал, судя по всему, вот здесь вот. Сохранимся. Используем зелье. Больше урона проходит через эту клеймору. Чаще будет требоваться нам лечения. Кровавые следы тут по тропинке. Видимо это от рыцарей колючки. Так называемых. Снова какой-то обвал. Так, ну и здесь нам предлагается идти через проход. Через пещеру. Под названием потроха. В пещерах такие же враги. Нас ждут. Поджидают. О, ремонтный молоток, отлично. Просто отлично. Здесь вот мы можем пострелять вниз по тем врагам, которых увидим. Но я никого не вижу, честно говоря. У нас камп бродит. Готов. Сохранимся. Аккуратненько. Эбонитовый щит. Круто. Безупречный топаз. Эбонитовый щит. Это круто. Видим еще один труп. Врагов я пока не вижу. Но кто-то явно бродит там, натыкаясь на ловушке. Френд с ним. Кван Фир. И ради их действия, кстати, его клейморы выше, чем обычно у меча. Так, и тут сразу выход. Прятаться уже не от кого. Сохранимся. Надо бы, конечно, восстановить здоровье. Клан Фир там бродит. Нужно, кстати... О! Камушки падают. На бошку им. Но нет. Не получилось. Можно пострелять по нему. Попробовать. Нет. За камень прячется, паскуда. У него не хватит мозгов обижать. Мы можем спокойно попрактиковаться. Главное не свалиться только туда. Вообще потерял цикл. Вообще потерял цикл. Где он? Заметался Стой вот так Да блин Ну стоять Паразит То ли он специально прячется, то ли просто тупит, не пойму Все, готов Сохранимся Идем дальше Вот и башня, кстати Вроде бы рядом Я так подозреваю бежать до нее еще долго Скам Накладывает на себя какое-то заклинание, скорее всего щит Я так подозреваю Так, здесь у нас Оторонах Камнем завалило проход И вот как здесь пройти Интересно знать Если не колотать Готов Кланфир нас не спалил Поспользуемся этим У нас палец, скорее всего, сейчас Да Вот так вот Сохраняемся Снова труп Видим Так А вот и опять снова Нужно нам идти по проходам Давайте Нет, нельзя Сразу пойдем туда Темень Кромешная Нам это на руку Можно пострелять Помещения нас палят гораздо меньше Готов Готов Сохранимся Видим, что ценность содержимого этих коконов Сильно Ловушка Ловушка Сработала Ловушка Сильно Сильно Различается Ценность содержимого Коконов Да, тут спалить было Нереально Скампик снова Одинокий Так, ну здесь надо будет прыгать, да, я так понимаю Других проходов я не вижу Сохранимся Посмотрим Да, красный туман, но Внизу Никаких опасностей вроде бы нет И врагов я не вижу То есть туман просто Жутино гоняет Вот здесь вот Нас спалили Зили, 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 зили А вот там вот уже лау, туда уже прыгать нельзя Давайте осмотримся здесь Опять спалили, да что ж такое Ну давай Ах! запас сил конечно она тратит это тоже минус так здесь выход вообще-то должен быть еще проход здесь вот он себе по всему да восстановим здоровьем сохранимся опа 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 наконец-то хоть кто-то так вот это вот я подожди мне нужно многое сказать тебе это вот я делать не буду пусть они тут стоят наконец-то помощь помощь не помощь вы мне нахер не нужны так ну вот эти вот ворота я так понимаю открывается где-то в какой-то боковой башне давайте подставим за под башню стреляющим здесь надо помнить не могу ни хрена что-то так видимо нам туда нужно в ту сторону идти сейчас надо починиться сколько хватит молотка что-то не хочет поглощаться магия как-то вообще не хочет ну да ладно не будем испытывать судьбу наверно на этом я очередной эпизод закончу довольно долго мы уже бродим в следующем эпизоде продолжим закрывать эти ворота разберемся как открыть ворота но сейчас спасибо всем за внимание всем пока Продолжение следует...